МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около такой вот живой декорации вы вряд ли задумывались над тем, сколько времени и сил занимает ее создание. Об этом мы узнали у специалистов государственного предприятия «Красная гвоздика», которая из года в год не перестает приятно удивлять идеями в благоустройстве. Где-то в августе-июле уже работаем над следующим годом для посадки. Дизайнеры согласовывают схемы с администрациями, что администрации хотят видеть, что-то добавляют в свое. Поэтому от этого многое зависит. Зависит закупка семян, какие цветы будут, каковы периоды их выращивания. Поэтому потом уже образуется вот такая красота. Ландшафтные дизайнеры на каждое городское пространство предлагают по несколько вариантов оселенения, из которых и делается выбор. Сейчас предпочтение отдают ярким цветущим растениям и различным подвесным конструкциям. За вдохновением порой обращаются к интернету, либо посещают международные выставки. Так, например, во время последней поездки в Москву специалисты красной гвоздики встретились с поставщиками семян и выбрали новые импортные сорта для этого сезона. На улицах областного центра этим летом будет высажено 400 тысяч цветов. Кроме тех самых питуней мы увидим тагетисы. Новый сорт бархатцев одинаково устойчивый и к солнечным лучам, и к влажности. Оригинальные композиции сделают также из бальзаминов, эхиверий, сальвий, целозий, бегоний и газаний. Около двух месяцев рассаду выращивают в теплицах предприятия. Ну и после высадки на улице уход за растениями продолжается. Уход заключается в поливке, прополке, уборке отсвивших соцветий, для того, чтобы она дальше больше кустилась и лучше цвела. Было массовое цветение. В подкормке, соответственно, мы изначально сюда заложили грунт удобрения, которое будет действовать на протяжении шести месяцев. То есть это хватит на весь ее вегетационный период. Ну и будет, соответственно, проводиться по верху стимуляторами родства обработка, вне корневая, так называемая, по листу. Эти кашпо с ампельной петунией закрепили на металлических конструкциях, которые используют для вертикального озеленения там, где невозможна посадка деревьев. Кстати, председатель горосполкома Петр Кириченко поставил перед всеми службами задачу возродить в Гомеле зеленое хозяйство на уровне советских времен. Цветущие улицы и парки не только радуют горожан, но и приятно удивляют гостей. А помогает в этом соревновательный дух. В городе проводятся и соревнования, конкурсы между районами на лучшее благоустройство и цветочное оформление. Я скажу, что лидером так постоянно является центральный район нашего города. Может быть, это и объяснимо, потому что центральная часть любого города, она должна быть более привлекательной. И Гомель здесь не исключение. Но тем не менее, по итогам уже месячника благоустройства, который прошел в текущем году, я скажу, что на лидирующей позиции вырывается Новобелевский район. И это радует, потому что и другие районы, может быть, не расположенные по своей территориальности, не так центрально, они тоже должны благоустраиваться и также быть такими же красивыми, как и центр любого города. За последние пять лет Гомель трижды называли лидером по благоустройству в стране. И дело похоже не только в профессионализме озеленителей и коммунальщиков. Гомельчане и сами привыкли жить в красоте. И эта привычка практически свела к нулю вандализм на клумбах. Цветочное разнообразие в оформлении Гомеля вдохновляет. В стремлении к прекрасному немало энтузиастов разбивают цветники на балконах, около подъездов, во дворах и на территории предприятий. Таким образом благоустраивая окружающее пространство своими руками. Анна Кральчук, Игорь Морищенко, Новости недели. Субтитры создавал DimaTorzok